Екатерина Самсон ловит каждый мяч, который посылает ворота. На жаргоне футболистов это называется сейв. Благодаря таким сейвам, вкупы со слаженной игрой команды, Рязань ВДВ и удается удерживаться на первом месте в турнирной таблице. Екатерина Самсон по совместительству и капитан команды. Говорит, что заниматься футболом не планировала. Так распредела жизнь. Теперь девушка ни о чем не жалеет и вместе с командой движется к победе. По словам Екатерины, капитанам быть не так уж и тяжело. Просто ответственность большая и нужно как-то девчонкам иногда что-то сказать, поддержать. Хотя у нас команда все уже достаточно взрослые и в той или иной команде были тоже капитанами. Все прекрасно понимают, когда нужно настроиться. Женский футбольный клуб Рязань ВДВ играет в высшей лиге. В 2017 году команда заняла второе место в турнирной таблице. Решающий матч они выиграли у ЦСКА со счетом 2-0. Сейчас идет новый сезон и девушки показывают хорошие результаты. Начали мы чемпионат первой игрой как раз с ЦСКА, с кем мы заканчивали. И, к сожалению, не пришлось порадовать своих болельщиков. Мы проиграли ЦСКА 0-1. Это самая первая игра. Потом дела пошли получше. С каждым туром сначала выиграли у Кубаночки, потом на выезде обыграли Енисей Красноярск, в ничью сыграли с Локомотивом и потом сейчас вот идет серия побед. Сейчас девушки готовятся к предстоящей встрече в Москве с командой из Чертаново. Постоянные тренировки и игры между собой. Параллельно всему этому команда изучает своего соперника. Ко всем матчам мы готовимся плодотворно. Пытаемся из предыдущих матчей вынести какие-то ошибки, какие-то положительные моменты. Тренер нам и помогает, объясняет. Какие-то моменты мы пытаемся додумать, довести до результата. Понедельник для футболисток стал поистине тяжелым днем. В тот день тренер начал с особенно интенсивной и тяжелой тренировки. С каждым занятием напор ослабевал, чтобы команда была физически готова к встрече с соперником. Матч пройдет 17 августа в Москве. Главный тренер Константин Климашин рассказал, что тренировки в мужской и женской сборной практически ничем не отличаются друг от друга. В тренировках мало чем отличается. Эмоционально тоже девчонки эмоционально, как и мужской клуб. Поэтому не сказать, что многим чем-то отличается. Есть небольшие какие-то мелкие отличия. Но самый главный матч, можно сказать принципиальный, состоится в конце августа с командой ЦСКА. Стоит отметить, что есть среди игроков и юные воспитанницы клуба. Например, Анастасия Фетисова. С детства играла в футбол с мальчиками и приходила домой в синяках и ссадинах. Теперь она центральный защитник. Мальчишки, они такие, у них более жесткие, более быстрый футбол. Они по мышлению быстрее. Но здесь девочки все очень взрослые, опытные. Поэтому от них мы тоже берем очень много полезного, знаний. Юных звезд, да и всех футболисток в целом, в ближайшие дни ожидает настоящий накал страстей. Женский футбольный клуб Рязань-ВДВ досрочно попал в Лигу чемпионов. Региональная команда может встретиться как с английским Манчестер-Сити или Челси, или с французским Леоном или Пассаже. А может и с другой из 31 команды. Жеребьевка пройдет в Швейцарии 17 августа. Стоит отметить, что Рязань-ВДВ уже участвовала в Лиге чемпионов. В прошлый раз соперником региональной команды стал Русенгорд из Швеции. Прошлая встреча закончилась поражением Рязанок. Сейчас команда учла все прежние ошибки, усилила свой состав и теперь уверенными шагами движется к победе. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».